Перед Днём Народного Единства в каждом субъекте нашей многонациональной страны пройдёт акция «Большой этнографический диктант». Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, проверить знания о народах, проживающие на территории нашей страны. Безумно интересно! Накануне в нашей студии побывала Ольга Степанова, заведующая отделом информационной и издательской деятельности Дома Дружбы Народов. Ольга знает об этой акции всё и, конечно же, поделилась этой информацией с нами. Ольга, расскажите, пожалуйста, кто может стать участником акции? Участником «Большого этнографического диктанта» может стать любой желающий. 2 ноября, накануне Дня Народного Единства, мы приглашаем всех принять участие в акции о ваших площадках. Зрители, наши телезрители могут узнать на сайте мирэтно.ру. А вот те, кто, может быть, по каким-то причинам не может прийти лично, как он может поучаствовать? Те, кто не смогут лично прийти на площадки, они смогут написать этот тест «Этнографический диктант онлайн» со 2 по 5 ноября включительно. А какие вот, кстати, будут задания, вопросы? Может быть, вы сейчас у меня что-нибудь спросите? М-м-м, Северин, вы когда-нибудь играли в телеигру «Що Шайт»? А я помню эту игру, помню, да. Да, ты хорошо помнишь эту игру. Ну, например, есть замечательная традиция в селе Керчомя, да? Там, накануне свадьбы, невеста должна была совершить некое обрядовое действие. Какое это действие, да? Посыпать голову жениха солью, облизать вымазанное сметаной лицо жениха, подружиться со свекровью или выпить на пасашок со свекром. Вот 4 варианта ответа. Мне кажется, посыпать жениха солью. Тем самым в защите вас с глаза. Но это же Керчомя, там обязательно облизывали вымазанное сметаной лицо жениха. Вот такой правильный ответ. Ну, это я, конечно, так шучу, выбрала самый такой веселый, пожалуй, интересный вопрос телеигры «Що Шайт». Ну, в принципе, вопросы вот такие по культуре, по традициям народов, разных народов, которые проживают в нашей России и в республике Коми, соответственно. А, даже по России, да? Конечно. 20 вопросов, они общие для всей России. А 10 вопросов, они региональные. Мы тоже предложили 10 вопросов организаторов по республике Коми. И, я думаю, те вопросы, которые попадутся в наши тесты для наших жителей нашей республики, будут для них и интересны, и познавательны. И они правильно ответят на них. А можно же будет посмотреть правильные ответы, да? Конечно. Немногим позже будут опубликованы правильные ответы 10 ноября. А индивидуальные уже баллы будут подсчитаны и опубликованы к 12 декабря. А какая у вас цель, как вы считаете, у этого обширного диктанта? Ну, наша Россия, наша страна и наша республика многонациональны. Мы много лет сосуществуем рядышком разные народы. Все мы россияне, да? Но у нас есть своя разность, индивидуальность каждого из наших народов. Так вот, чтобы лучше понимать друг друга, да? Чтобы больше знать друг о друге. Чтобы вот это согласие сохранялось еще на многие-многие годы. Вот и проводится эта акция. И мне кажется, она очень интересна как детям, так и молодежи, так и более взрослым людям. На нашу площадку Дома дружбы народов, это площадка номер один, уже третий год нашей республики, приходит очень много разного народа. Мы всем очень рады, так что милости просим. Можно даже семьей прийти, наверное, да? Или, ну, поучаствовать всем в диктанте. Абсолютно всем, абсолютно всем. К нам присоединяются и журналисты, которые участвуют ежегодно, ну, в качестве журналистов, да? Но не могут удержаться и обязательно берут бланки, обязательно стараются ответить на вопросы, да? И набирают довольно-таки хорошие баллы. А кто составлял региональные вопросы, оригинальные задания? Я. А вы, так? Ну, так получилось в этом году, да, что я выступаю как региональный координатор, и мне было предложено составить эти вопросы. Эти вопросы были у нас приняты в Федеральном агентстве по делам национальности. Так что я очень рада, что вопросы, видимо, понравились. Если учитывая твой опыт работы на телевидении с представителями разных национальностей нашей республики, из разных районов, то я думаю, что вопросы регионального этапа будут интересны. Немножко об опыте прошлых лет. Как раньше проходило, что сейчас изменилось? Ну, изменилось прежде всего количество площадок. Если в прошлом году, будем сравнивать с прошлым годом, было 27 площадок в республике организовано, в этом году 67 площадок практически. Все муниципальные образования республики откликнулись, и звонки поступали вот вплоть до сегодняшнего дня о возможности присоединиться к этой акции. Люди хотят, наверное, все-таки больше узнать о разных народах. Это такой хороший способ. Получить вот больше информации. И это ведь своего рода такое этнокультурное воспитание населения. Мы чтим свои корни, мы чтим свои традиции, мы уважаем наших соседей. Что может быть лучше? Абсолютно с этим согласен. Желаю, чтобы все прошло хорошо, интересно. А главное, здорово, что люди узнают какую-то интересную информацию о других народностях, этносах нашей республики и нашей страны. Спасибо вам большое. Спасибо, Северин. Спасибо.